Приветствую вас, дорогие зрители нашего канала. Сегодня хотелось бы рассказать вам о транспортной системе Европы. Евросоюз занимает лидирующее место по качеству машин. Здесь презентованы практически все, без исключения популярные разновидности автотранспорта. В зависимости от развитости европейской страны, транспортная система также имеет различные уровни развития. Например, Германия, Франция и Англия соединены скоростными магистралями. Также не отстает Испания, Австрия и Италия. Менее богатое государство имеет классические транспортные системы и постоянно их развивает. Для пассажиров создан альянс железных и автомагистральных дорог, в которые входят разные страны Евросоюза. Нидерланды занимают лидирующую позицию в рейтинге, предлагая автомобилистам бесплатные ровные дороги со специальным пористым покрытием, предохраняющим от образования луж, а также с изобилием развязок и интерактивных ограничителей скорости. Основные многополосные трассы получают многоуровневые развязки, а загородные дороги, хотя и имеют по одной полосе в каждую сторону, приятно радуют зелеными насаждениями, выступающими в качестве разделительной полосы. Ряд дорог получили умное покрытие, которое питается исключительно солнечной энергией, благодаря чему светится в темное время суток. Оно более безопасно и эффективно, так как способно предупреждать водителей о наледи, позволять электромобилям перемещаться по собственным полосам с функцией подзарядки аккумуляторов и обеспечивать трассу энергоэффективной системой освещения. Дороги Португалии, особенно загородные, очень красивы и так и просятся на картину. Однако, если национальные трассы всегда поддерживаются в отличном состоянии, остальные могут вызвать у автомобилистов ассоциацию с теркой, опасной для их подвески. Стоит отметить, что существуют ограничения на использование видеорегистраторов, но не во всех странах Евросоюза. Тем не менее, вы должны знать, что ограничительные меры по использованию этих гаджетов есть. Наиболее строгим государством к использованию видеорегистраторов в машине является Австрия. Дело в том, что согласно законодательству этой страны, вы можете снимать на камеры только тех лиц, которые дали на это свое согласие, в том числе и на автодорогах. Поэтому на практике использование видеорегистраторов в Австрии запрещено. Штраф за съемку или публикацию видеозаписи может достигать 300 тысяч евро. Также, вы должны строго помнить о соблюдении безопасной дистанции между вашей машиной и машиной, двигающейся впереди вас. В Польше правила дорожного движения регулируют эту обязанность только при движении в туннеле. В других странах Европы дистанция должна строго соответствовать текущей скорости автомобиля. То есть, чем она выше, тем больше должна быть дистанции между машинами. А вот, например, во Франции и Германии водитель, осуществляющий движение на скорости 100 км в час, обязан держать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в 50 метров. Во Франции за несоблюдение этого правила дорожного движения предусмотрен штраф в размере 75 евро. В Германии этот штраф более существенный – до 200 евро. А автобаны в Германии по-прежнему радуют отсутствием ограничений скорости и своими транспортными развязками. Но, к сожалению, далеко не все автобаны Германии могут похвастаться такими условиями езды. Ограничение иногда встречается и 120, и 110 км. Также имеет место быть ремонт и дорог с ограничением скорости 80 км в час. Для проезда по скоростным дорогам в Швейцарии нужно покупать виньетку. Это специальная наклейка, которая подтверждает факт оплаты сбора для проезда по магистралям. С 2011 года и по настоящее время ее стоимость составляет 40 швейцарских франков, или 37 евро. Виньетка действует в течение года, а точнее 14 месяцев. В отличие от Австрии, Чехии, Словакии и некоторых других стран Европы, приобрести виньетку на неделю или месяц катания по дорогам нельзя. Езда по скоростным трансам без виньетки карается штрафом в 200 франков. В настоящее время вводятся электронные виньетки, чипы на бумажном носителе. Существует несколько способов оплаты дорог. В большинстве западноевропейских странах это через пункты пропусков на платные участки дорог, где установлены терминалы оплаты как наличным, так и безналичным способом. Имеются также специальные полосы для безостановочного въезда на платный участок. Для этого в машине нужно иметь специальный транспорт, который предусматривает автоматическое списание денег со счета водителя. Автомобиль считается одним из самых комфортных способов путешествия по Европе. Но существует также и великолепная железнодорожная сеть, которая сделала путешествие на поезде по Европе одними из самых популярных видов передвижения по континенту. Так, для поездок на ближние, так и на дальние расстояния поезда в Европе являются самым удобным транспортом. Большинство больших европейских городов связаны между собой высокоскоростными железнодорожными соединениями. Множество железнодорожных компаний продают билеты по сниженным ценам для раннего бронирования, а также предлагают широкий спектр всевозможных скидок для путешествующих групп, семей, детей, инвалидов и многих других. В некоторых странах железные дороги проходят по таким живописным местам, что даже сама поездка уже является увлекательнейшим путешествием. И ради одной такой поездки уже можно отправиться в путешествие на поезде. Во многие европейские города, где проблемы с парковкой, поезда приходят в самые центры, так как вокзалы расположены в центре города. И вы тем самым экономите много времени, поэтому нет тех проблем, которые могут испытывать на себе путешественники на автомобилях. Удачи на дорогах, дорогие зрители! Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно, а также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...